В следующем году лесобазе исполняется 90 лет. А начинал свою историю районство от этого места. Сюда сплавляли лес, грузили в вагоны и отправляли по всей России, куда прикажет партия. Перевалочным пунктом для сибирской древесины служили две лесобазы Тура и Березка. Отсюда и название района. Люди обживать его начали лишь в начале 60-х годов прошлого века. Неблагополучная и криминальная окраина города. От дурной репутации лесобаза давно избавилась. Теперь это наша маленькая Италия. Хочешь, кормить голубей на площади или неспешно прогуливайся под полуденным солнцем. А после обеда фиеста на пляже. На лесобазе есть своя импровизированная набережная. На берегу озера Оброчное. До моря далеко, а здесь хоть рядышком позагорать можно. Кто-то сказал, что грязно, но мы... Вот руки видно через воду? Видно. Значит, не сильно грязно. Рядом с домом красота, теплота, солнышко. И все клево. Все тип-топ. После солнечных ванн отдыхающие отправятся на стадион. Лесобаза за здоровый образ жизни. Самый первый в городе спорторганизатор живет именно здесь. Это знаменитый дядя Вова. Каждый день у меня газ, вода, конфеты им покупаю. Каждый тренировок. У нас каждый день тренировок. Лесобаза не только спортивная, но и креативная. Здесь действует 24 творческих коллектива. И скоро у них появится собственный дом культуры на 400 мест. А находиться он будет на этом пустыре, прямо напротив поликлиники номер 13. Население лесобазы за последние пять лет увеличилось с 10 тысяч до 30. Новые дома растут, как грибы после дождя. А вокруг района строят восточный объезд, который соединит Тобольский и Лутеровский тракты. Местные жители уверены, их район самый лучший. Но совершенству нет предела. Да, вроде все нормально. Ну, может, спортивного комплекса. Деревяшки наши, чтобы снесли уже. Кстати, о бараках. 85 старых домов обещают снести и построить на их месте новые многоэтажки. Об этом и не только хлопочет самый известный житель лесобазы Альбина Селезнева. У нее на родной район большие планы. У нас со временем, тоже поверьте мне, что это будет, мы будем как бы в туристической цепочке, значит, вообще освоение сибирских земель. Карина Загирьянова, Александр Вележанин, Тюменское время.